всем еще раз привет добро пожаловать на мой канал я решила снять второе видео и видео это будет посвящено моим покупкам в феврале да 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 я не ошиблась я уже снимала это видео но я вот на последних выходных как-то зашла в магазин решила что мне что-то очень очень сильно хочется из косметики и приобрелось мне некоторые штучки сейчас покажу и так пожалуй начнем первое что я купила это была палетка от make up for ever вот такая вот палетка labo game весна 2012 не устояла я перед оттенками этой палетки не люблю я картонные на самом деле палетки но вот это даже упаковка меня не смутило хотя упаковка очень красивая такая весенняя мой любимый огуречный принт вот так она открывается здесь нет ни зеркала ничего и вот такие 6 оттенков в ней очень красивые оттенки сейчас камера сфокусируется они шиммерные тени запеченные очень стойкие действительно вот здесь вот видно на упаковке да что много блесток на самом деле если их наносить аккуратно то на лице никаких блесток не остается действительно так наносить тени можно двумя способами влажным и сухим влажным они конечно держится дольше плюс пигмент более насыщенный да но на самом деле вот даже светлый оттенок вы увидите что он хорошо пигментирован и вот если его растушевать да то вы увидите что он в принципе в принципе ну как бы поблескивает так красиво да ну то есть если наносить мокрым способом они очень очень яркие присмотритесь и кому нравится такие оттенки потому что для меня эти оттенки они универсальны это палетка лучше чем палетка который у меня есть смоки смоки вообще там нет цвета не нравится как держится эти очень стойкие тени действительно продержались у меня где-то около 12 часов да причем с физической нагрузкой в конце то есть вот хорошая палетка мне очень понравилось потом я зашла в макс фактор наткнулась на стенд макс фактор и меня привлекло внимание их новая помада привлекла мое внимание вот так вот вот эти помады помада называется color elixir эти помады увлажняющие новинка у них вроде как производитель обещает что если мы семь дней будем пользоваться этими помадами губы у нас станут просто вах бархатные приятные увлажненные вот сейчас одна из них у меня на губах ну не знаю насколько видно как бы ее да подстерлась уже не обновляла но в принципе мне ощущение нравится на губах у меня вот такая помадка номер 825 фокус 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 вот так вот она выглядит ну то есть мне кажется что видно что она прям такая увлажненная действительно помада ни в коем случае не сушит и достаточно долго она остается у вас на губах и второй цвет у меня 755 он такой немножечко потемнее такой оттенок но тоже очень красивый вот присмотритесь пожалуйста к этим помадками единственный минус у них очень мало цветов то есть очень много шиммерных таких каких-то немножечко на мой взгляд ну не очень лично для меня подходящих вот и я отрыл два матовых не знаю может быть там еще есть и совсем темных но это самый светлый матовый увы конечно мало вариантов недоработка и зашла купила еще в макс факторе вот такой вот тушь фолл слэш эффект ну это классика не все говорят многие знают купила в коричневом цвете потому что тушь мне нравится пользовалась ей в черном цвете давно вот решила что у меня нет коричневой туши надо бы пополнить свои запасы все коричневые туши у меня закончились и вот купила ее знаю что и в принципе не дорого и хорошая тушь я не ошибаюсь прошу прощения за звук там резвятся мои собаки в субботу я была на фотосессии помощником визажиста ассистента вторым визажистом называете как хотите и у девочки из ажиста я увидела эти тени и подумала почему-то я их раньше не обращала внимание ну точнее обращала как фигня опять какая-нибудь зашла сегодня косметисту почитала отзывы поняла что нет пора бежать за ним в магазин купила пока дни попробую посмотрю если лично мне не подойдут то обязательно вернусь возьму еще это вот такие вот колор инфаилль от лореаль тени у меня в оттенке сахара твежа как я поняла это новая коллекция потому что они немножко по дизайну крышечкой отличаются то есть именно надписью здесь на крышечке она немножечко другая потому что раньше как-то вот сверху было что-то как-то по-другому оформлено вот ну в общем увидела мне очень понравился оттенок а вот так вот выглядит оттенок только опять камера наверное плохо передать эти тени золотые но они такие знаете они идут на самом деле не золото почему-то бронза у них на стенде то есть они такие вот золотые там прям вообще золотые золотые как у меня блестки наверное как forever золотые вот а это вот такие все таки более бронзовый оттенок такой действительно наверное очень красивые тени вот так вот они выглядят их сравнивают с тенями от armania sted hill но как бы более дешевая упаковка более дешевое исполнение ну а качество вроде бы говорят хороший к сожалению могу сказать эти тени я купила только сегодня и поэтому пока ими еще не пробовала вот может быть и завтра или на какой-то вечер я ими намажусь потому что наверное на каждый день они все-таки не совсем подходят из-за обильного шиммера вот ну в общем то попробую ну вот и все спасибо что смотрели меня пока пока